друзья всем большой привет не планировал записывать этот видеоролик вообще но я нашел в интернете парочку видеороликов которые меня сподвигли снять для вас это видео давайте вместе с вами посмотрим сейчас эти видеоролики и оценим этот ролик я снимаю для тех кто не знает где взять зимой снег есть такие регионы вот посмотрите какие замечательные кусочки льда у меня получились видите ровненькие маленькие но сейчас я их буду класть декабрист стараюсь не касаться конечно же листочков раз декабрист он просто обожает полив с помощью льда цвести будет ярче ну вот так еще осторожно стараясь цветок не трясти декабрист они вообще обожают все холодные прям любитель он холода на то и декабрист я в шоке я в шоке так это первый ролик второй листочков стараемся не касаться ну второй в принципе то же самое только она засыпает в горшок снег да ждем обильного цветения и говорит что она так очень быстро зацветет и цветов будет кучу миллион миллион миллионов дорогие друзья я полно вообще в шоке я честно говоря даже не представлял что в 21 веке такое возможно до сих пор обкладывать растения льдом и слепо верить что вот эти манипуляции они помогают на самом деле не то что вы обкладываете льдом помогает а стресс который вы устраиваете растению помогает это совершенно две разные вещи и я своих видеоролика говорю прежде чем ухаживать за растением изучить и это растение где она произрастает в природе какие там погодные условия какой климат какое освещение да на каком ярусе в джунглях это растение произрастает то есть от этого будет зависеть уровень освещенности который ему понадобится то есть вся информация более чем доступна на всех ресурсах ну почему-то люди ищут какой-то то ли сложный то ли легкие по их мнению путь и начинают вот этим всем заниматься на самом деле все намного проще чем даже нам может показаться потому что растение родом род эпифитные кактусы и она произрастает на юго-востоке бразилия в том числе рио-де-жанейро а теперь скажите мне пожалуйста неужели у нас в бразилии в джунглях есть снег либо лед и кто-то на средних ярусах леса именно подкладывает обкладывает обсыпает эти растения и дома не гости ну нет конечно нет нету там никакого снега вот перепад температура он а может быть и есть он есть принципе по всей планете день-ночь но как можно дать перепад температур нашим растениям это и поставить его на окно на окне тоже будет перепад температуры небольшой но он будет смотря как будете конечно открывать окно потому что однажды я свои петелом и заморозил весьма есть на моем канале не повторить моих ошибок но зато у меня весной прям так все хорошо зацвело очень много сортов я увидел во всех во всех прекрасных красках так вот второй миф который в этом видео то что растение сбросит при перестановке куда-либо бутоны скорее всего растение сброси это если вы будете поливать рыбе 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 настоем банановыми шкурками закапываете врут рядом с ними и обсыпать растение льдом переборщить очень можно легко и просто ну растение тоже может среагировать тогда сбросом бутона вполне себе но если вы в одних и тех же условиях растение переставите с одного места на другое и кардинально ничего не поменялось растение бутоны никогда не сбросит проверено лично мной вот это вот декабрист до простонародья шлюбергера то же самое крутится вертится мной и ни одного бутона не отвалилась она и фотографировалась в разных местах и но условия то не поменялись у нее то есть я не перенес ее в кардинальный холод 15 градусов ниже либо наоборот в жару либо там где высшая влажность либо ниже нет она находится в том же помещении ничего у нее не меняется поэтому это очередное заблуждение очередной миф верить в который 21 веке уже не стоит что еще хотел рассказать про цветение шлюбергер как вы поняли да им нужен стресс но стресс можно устроить не только насыпая лед либо снег в каршки честно говоря ну трэш конечно я не представляю есть коллекционеры у которых очень много шлюбергер которые специализируются именно на выращивании этих растений и я боюсь даже представить где они берут например летом столько снега чтобы полить свои растения как мы знаем летом быстро они все просыхают так вот на самом деле все намного проще в лесах тропических лесах тоже бывают периоды засухи и сезоны дождей например в лесах амазонии сезон дождей обычно длится с октября по апрель и до этого следовательно сезон засухи есть в этот сезон засухи растения закладывает цветочные почки потому что растение чувствует что что-то идет не так нужно последние силы отдать на цветение дабы завязались плоды в которых будут семена для дальнейшего размножения если она погибнет и в период дождей когда они настанут эти семена прорастут и начнется новая жизнь новые растения поэтому можно им даже нужно в принципе такой метод использовать если у вас не цветут шлюмбергера сушить и сушить эти растения не бойтесь но отпаивать нужно постепенно не когда мы не поливаем растения после длительной засухи когда они уже такие вот сегменты сморщены очень сильно буквально маленькими граммов очками по чуть-чуть через недельку потом через две недельки чуть-чуть слегка прибавляя потому что растение после такой засухи можно легко залить очень аккуратно и осторожно отпаиваем так ну собственно говоря то и все ну почему в декабре потому что вот сезон дождей приходится на нашу зиму и когда там наступает благоприятные условия растение напитывается водой и она зацветает как раз таки вот в этот в эту золотую середину декабрь да ну там плюс минус естественно какой то есть и все и вот эта красота радует нас вас всех поэтому я не знаю если вам нравится вот этим всем заморачиваться откладывать льдом снегом да конечно в принципе это можно это тоже такой стресс для растения но я этим не занимаюсь я предпочитаю изучить информацию найти ее и уже применять ее на практике конечно же есть определенные факторы это освещение полив грунт да с которыми мы можем играть да то есть уже контролируя эти факторы мы принципе контролируем процесс роста процесс цветения то есть все в наших руках одним словом все это дело называется агротехника поэтому изучайте ее и у вас не будет никаких проблем и не бойтесь экспериментировать да с одним растением поступите так с другим по другому и посмотрите что у вас получится и получше момент уже выращивайте пробуйте но если у вас уже годами отработаны бабушкины рецепты пожалуйста я вас ни в коем случае не призываю их бросать я просто вас информирую как она есть на самом деле как эти растения произрастают в дикой природе обязательно найду фотографии с дикой природы как эти растения растут в дикой местности и прикреплю где-нибудь тут сейчас они должны как раз таки появиться все друзья у меня на этом все вот такая вот у меня красоточка шлембергера желтая сейчас цветет просто они обалденно классные посмотрите у нее даже есть загар и да эти растения тоже загорают при интенсивном освещении у них появляется вот такой вот красноватый оттенок видите красота много бутончиков цвести будет долго не по надеюсь мой видеоролик вам помог и кто не друг подружился с этими растениями обязательно подружиться всем большое спасибо что досмотрели до конца поставьте пожалуйста пальчик вверх не будет очень приятно поможет канал хочу выразить отдельным благодарен всем тем кто поддержит меня на бульте спасибо вам большое вы являетесь первыми спонсорами этого канала и и единственными вот спасибо вам большое благодаря вам видео выходит на канале чаще всем кто хочет нам присоединиться как всегда ссылочка будет в описании заходите добавляйтесь будем с вами еще немножечко ближе до новых встреч пока пока